Готовы принять всех желающих. С этого года по инициативе мэра Белграда Константина Полежаева школьные спортзалы доступны для местных жителей. Как это действует на практике, узнала Елена Погорелова. Алина Боребина спортом увлекается с детства. В школьные годы была участницей всех местных соревнований. Держать себя в форме девушка старается и сейчас. Уже два года посещает тренажерный зал в 24-й школе. Возможности заниматься спортом буквально под окнами дома. Очень рада. Тренажеры все есть на все группы мышц. И это очень удобно. А бесплатно это тоже важно. Потому что залы сейчас очень дорогие. А у нас есть такая возможность заниматься бесплатно. Тренажерный зал в школе появился ещё в 2007 году. С 6 до 10 вечера три раза в неделю он открыт для жителей микрорайона. Заниматься одновременно здесь могут до 10 человек. Чтобы тренировки приносили пользу, прийти на помощь каждому готов спортивный инструктор. Приходят с самого разного возраста. От 15 лет до 55. Объяснить, рассказать, составить тренировочный план. Проследить, чтобы занимающиеся правильно выполняли упражнения. Для жителей старого города обновлённая 24-я школа стала центром притяжения. А школьный спортзал – самое востребованное место. Родителями и выпускниками здесь созданы футбольная и волейбольная команды. А каждое воскресенье позаниматься физкультурой приходят пенсионеры микрорайона. Занятия бесплатны. Занимаются с большим удовольствием. Уже даже бывает, что ремонт делаем, они уже ждут, когда зал быстрее откроем. Или тоже всё время звонят, спрашивают, можно, можно. Ну, как бы бывают такие моменты, когда у нас соревнования проходят, бывает зал там занят. А так, в принципе, мы всегда рады. Все, кто к нам просится, мы всех принимаем. К организации спортивного досуга у каждого учебного заведения свой подход. Например, в 45-й школе дважды в неделю тренировки проводит местная волейбольная команда «Надежда». В школьном спортзале спортсменки занимаются уже около 10 лет. За это время стали победителями и участниками всероссийских и международных соревнований. Последний завоёванный трофей – третье место первенства России в категории 60+. А вот такие мы оказались очень активной позицией. То есть, мы не стали сидеть у телевизоров, на скамейке у подъездов. Вот, решили продлить свою жизнь активную, здоровьем заниматься и поддержать здоровый образ, который сейчас все пропагандируют. Когда побегаешь, весь взвыленный носишься, оно потом легче, как-то вот себя чувствуешь легче. Тут давление упало, тут косточка болеть перестала. В общем-то, всё равно же сейчас старенькие где-то что-то болит. Мы приходим сюда отдыхать. Есть ли какие-то дома, неполадки или что-то такое, мы забываемся здесь. Здесь, как говорится, успокаиваемся и идём домой в прекрасном настроении. С инициативой открыть абсолютно все школьные спортзалы и стадионы для местных жителей, причём на бесплатной основе, выступил мэр Белгорода Константин Полежаев. Графики работы с населением есть в каждом образовательном учреждении. Ознакомиться с ними можно на специальных стендах или позвонив в учебное заведение. Елена Погорелова, Сергей Драчёв. К этому часу. Белгород.